МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Правительство постановляет правила казначейского сопровождения, новый порядок разработки индикативного плана, отмена доверенности для управления чужим автомобилем на территории республики и многое другое. Начали с отвода судьи. Верховный суд Абхазии приступил к рассмотрению дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Сохранить культуру мира через танец. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в Абхазии. В концепцию внешней политики Абхазии внесено изменения, исключающие дополнительный формат многоуровневых переговоров с Грузией. Президент Аслан Джани 25 мая подписал указ о внесении изменения в концепцию внешней политики Республики Абхазия, утвержденную 4 декабря 2020 года. Внести в концепцию внешней политики Республики Абхазия, утвержденную указом президента от 4 декабря 2020 года номер 316 изменения, исключив второй абзац пункта 2.3, гласит текст указа. Речь идет об исключении из той части концепции, которая касается урегулирования отношений с Грузией, следующего положения. Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазии, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решения которых в рамках международных женевских дискуссий не представляется возможным. Теперь этого положения в концепции нет. Правительство постановляет. Правила казначейского сопровождения денежных средств, новый порядок разработки индикативного плана, отмена доверенности для управления чужим автомобилем на территории Республики и другие важные постановления приняты сегодня на очередном заседании Кабинета министров Абхазии. Все подробности у Анастасии Никоновой. Заседание Кабинета министров Абхазии началось с рассмотрения постановления о внесении изменений в правила дорожного движения. Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа предложил отменить доверенность для управления чужим автомобилем на территории Республики. Это обусловлено тем, что в настоящее время в Республике остается одним из немногих государств, где для управления автотранспортным средством в отсутствие его владельца требуется доверенность. Практически во всех странах действует принцип признания добросовестности управления транспортным средством, в случае, если оно не объявлено в угол. Необходимость предоставлять доверенность существует только для иностранных граждан, въезжающих на территорию иностранного государства на чужом автомобиле. Таким образом, принимая во внимание, что требования предоставления доверенности не соответствуют задачам обеспечения безопасности дорожного движения, не обоснованы практическими соображениями и, самое главное, нецелесообразно с точки зрения стабильности и достижения наиболее благоприятного гражданского оборота, считаем правильным отменить данное применение наших граждан. Инициативу Министерства внутренних дел члены правительства поддержали единогласно. Далее, согласно повестке заседания, три вопроса представил вице-премьер министр финансов Владимир Делба. В первом постановлении речь шла о республиканском бюджете на 2021 год. Как известно, с введением казначейской системы исполнения бюджета значительно повысилась роль финансового контроля, прежде всего отдельных его форм, таких как предварительные и текущие, за используемые бюджетные средства. Но, как оказалось, на протяжении всего периода, все-таки еще остается возможность у отдельных получателей бюджетных средств, которые не являются участниками бюджетного процесса, использовать эти средства не в соответствии с их назначениями на цели, которые не предусмотрены при их предоставлении. Что, соответственно, в свою очередь приводит, прежде всего, к невыполнению установленных договорами и контрактами сроков исполнения. А вот в отдельных случаях это приводит, как известно всем, и к судебным разбирательствам мы знаем прекрасно об объемах средств по решениям судов. И в этой связи, учитывая эти обстоятельства, нам представляется, что меры контроля, которые мы предлагаем, они, во всяком случае, позволят, возможно, на первом этапе не полностью, но в обозримом будущем точно полностью ликвидировать подобные явления. Премьер-министр Александр Анкваб сделал замечание членам правительства о том, что зачастую на финансовые средства из бюджета страны отмечаются юбилеи чиновников, приобретаются дорогие подарки и проводятся корпоративы. Как это объяснить? А с какой стати российский налогоплательщик должен оплачивать наши юбилеи, празднования? С какой стати? Кинжалы, сабры, я повторяюсь. И когда это носит характер такой масштабный, это уже совсем не смешно. Но это так, между строк, на будущее руководителя и опытным, и начинающим взять на карандаш, что эти деньги неприкосновенны. Надо поздравить министра с юбилеем, с хладчину, если надо поздравить, а лучше себе купить хорошую книгу и подарить, она не так дорого будет стоить. После утверждения правил казначейского сопровождения средств Владимир Телба представил следующий вопрос повестки об организации работы по составлению проектов закона в Абхазии о республиканском бюджете и о бюджетных и небюджетных фондах страны на 2022 год. Все участники бюджетного процесса в соответствии с этим постановлением будут предельно максимально и ответственно относиться к формированию проектов бюджетов и представят их в установленные законным сроки. Еще хотел бы особенно обратить внимание ваше о том, что при подготовке этих материалов и документов к проекту бюджета очень внимательно и предельно объективно, а что самое и самое главное, с точки зрения целесообразности подходить к определению расходов бюджета на очередной финансовый год. Постановление, представленное вице-премьером Владимиром Делба, кабинет министров поддержал единогласно. Проект постановления об утверждении порядка разработки индикативного плана социально-экономического развития Абхазии представила вице-премьер министр экономики Кристина Озган. Хочу обратить внимание, что целесообразность принятия соответствующего документа существует уже давно. К сожалению, сам индикативный план формируется исключительно только на объемных показателях. Кстати говоря, на этот факт всегда практически во всех своих заключениях обращала внимание контрольная палата. И надеюсь, что данный проект будет вами поддержан, потому что он в себя включает основные позиции, механизмы, в рамках которых должны формироваться индикативные планы безусловно местных органов управления и центральных. Порядок будет определять основные понятия, методологические основы, значит, рекомендации по разработку и порядку согласования индикативных планов. Он должен содержать программные показатели, речь идет об индикаторах, которых раньше мы не отражали в индикативном плане, обеспечивающих реализацию целей и приоритетов программ социально-экономического развития Республики Абхадия. И, соответственно, индикативные планы будут подразделяться на местный индикативный план, который будет предусматривать свод прогнозных показателей административно-территральных единиц Республики Абхадия. И, соответственно, республиканский индикативный план, который будет определять цели и задачи центральных органов управления и государственных компаний. Порядок разработки индикативного плана Кабмин поддержал единогласно. Далее Кристина Узган представила коллегам постановление о внесении изменений в утверждение порядка определения смертной стоимости строительства и реконструкции капитального ремонта объектов строительства, которые финансируются за счет средств инвестпрограммы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии» на 2020-2022 годы. Речь о чем идет? Данное требование вытекает из протокола 18-го заседания Межправительственной комиссии. Речь идет о том, что ранее проектно-смертная документация на строительство объектов инвестиционной программы формировалась ресурсным методом с применением повышающего коэффициента 1.33. Однако в соответствии с решением протокола Межправительственной комиссии было принято решение в 2019 году о переходе на базисно-индексный метод формирования смертной стоимости. Соответственно, Абхазская сторона в лице Министерства экономики обратилась в Министерство экономического развития Российской Федерации, в Министерство строительства относительно возможности применения некого повышающего коэффициента, учитывающего транспортировку строительных материалов и оборудования, которые необходимы для процесса ведения строительных работ. В данном случае это позволит приступить уже к формированию проектно-смертной документации на 2023 год и 2022 год уже с учетом данных норм. Постановление, так же как и предыдущий, Кабинет министров принял единогласно. После того, как основная повестка заседания себя исчерпала, премьер-министр дал слово Джансуху Нанба, который недавно был назначен министром по налогам и сборам. Можно констатировать факт, что мы идем с фактическим перевыполнением плана по налоговым поступлениям. По результатам завершения мая месяца будут подводиться промежуточные месячные результаты. По предварительным оценкам май месяц тоже должен быть достаточно эффективным в плане выполнения месячного плана. Бюджету нужны дополнительные серьезные источники. В республике участились, к сожалению, как и в прошлые времена, пожары, горят же жилые дома. Тут много причин. И нагрузки, и в том числе и майнинг неконтролируемый. Много сельских проселочных дорог, которые нужно ремонтировать срочно. Много искусственных сооружений, которые пришли в негодность. Я имею в виду мосты, переходы. И все это требует государственного подхода. Поэтому мы возлагаем на министерство серьезные надежды и уверены, что показатели будут значительно улучшены, чем в прошлые годы. Далее слово было дано Эдуарду Будба, который 11 мая был утвержден министром здравоохранения. Чиновник отметил, что ежедневно посещает объекты здравоохранения и на месте знакомится с ситуацией. В завершении заседания правительства Александр Анкваб потребовал от членов Кабинета министров ответственно относиться к своей работе и полномочиям для обеспечения граждан страны достойным уровнем жизни. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Сейчас о состоянии с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Согласно сообщению оперативного штаба, за 25 мая тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 404 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 53 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 15 218 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 430 человек. Начали с отвода судьи. Верховный суд приступил к рассмотрению дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Тогда в результате стрельбы на веранде ресторана у Сухумской колоннады погибли криминальные авторитеты. Алхаз Авитсба, Астамур Шамба и официантка заведения Доминика Акертава. Верховный суд дело передали 30 апреля. Репортаж с первого заседания суда Элеоноры Гелаян. Перед Верховным судом десятки машин и более 100 человек. Тут и родственники убитых, и родные подсудимых. Сотрудник милиции выходит на улицу к людям и сообщает. Уважаемые, определите 25 человек, которые от вас пройдут. Больше сидячих мест нет. Вскоре представители фамилий определяют делегатов на заседание. В основном это представители старшего поколения. Заседание начинается с опозданием и без потерпевших. Из большого списка признанных потерпевшими пришла лишь мама Доминики Акертава. Но вскоре женщина плохо себя почувствовала и покинула зал заседаний. Коллегия из трех судей. Председательствует мимоза Цужба. Рядом судьи Роман Кварчия и Генри Гомессония. Гособвинения представляют заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба и начальник отдела судебного следствия генпрокуратуры Даур Амичба. Рядом Инга Габелая. Она представляет интересы потерпевших Шамба. Адвокатов шестеро Константин Чагава и Эсмакулбая защищают Димура Ахалая. Тимур Тапагуа, Аслана Блабба. Игорь Скнарин, Эрика Чкадуа и Дату Ахалая. Марина Таня, Беслана Бганба и Эрика Чкадуа. Тариел Парулуа, Димура Ахалая. Автандил Чкадуа, Дату Ахалая и Беслана Бганба. Суд всем разъясняет регламент, устанавливают личности подсудимых. В ответ на вопрос, доверяют ли стороны состава суда, Игорь Скнарин заявляет отвод председательствующей, мимозит служба. Вашим близким родственникам производились следственные действия, в частности, составление протокола осмотра места происшествия 22 ноября 2019 года. Я полагаю, что участие ваше в рассмотрении данного уголовного дела будет противоречит, во-первых, нормам уголовного процессуального кодекса, в частности, оглашенной вами статьей 61 пункт 3, где указано, что участие судей включает рассмотрение дела в случае, если судья является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу. Сторона обвинения отметила, что племянница судьи действительно участвовала в осмотре места происшествия, но лишь в качестве дежурного следователя, и она не является участником уголовного судопроизводства, поэтому отвод будет безосновательным. Немотивированным отвод назвала и представитель потерпевших Шамба Инга Габелая. Мы осведомлены о близком родстве с судьей Верховного Суда, но, безусловно, как сказали наши коллеги адвокаты, надо здесь придерживаться исключительно норм уголовно-процессуального законодательства. В этом смысле я поддерживаю свою коллегу полностью. Лаура Руслана ни одного дня не состояла в этом деле в качестве участника уголовного судопроизводства. Я сам на тот период времени занимал должность прокурора города Сухум, и Лаура Руслановна исключительно, она в качестве дежурного следователя попала на осмотр места происшествия. Хочу обратить внимание, что это процессуальное действие, а не следственное действие, как адвокат здесь сказал. Поэтому я предлагаю придерживаться норм закона, и, конечно же, согласен со своим коллегой, отвод заявлен необоснованно. Уголовное дело было возбуждено 22 ноября 2019 года исполняющим обязанности прокурора города Сухума Гумава. В состав следственной группы были включены следователи Еник, Миканба, Барциц. Таким образом, следователь Цужба, на тот момент являясь следователем прокуратуры города Сухум, не принимала никакого участия в предварительном следствии. В связи с чем, считаю, что она не являлась участником уголовного судопроизводства, и поэтому данное заявление не подлежит удовлетворению. Сторона защиты стояла на своем. В случае необходимости следователя Цужбы могут вызвать на допрос. И тогда ситуацию трудно будет назвать объективной, считают адвокаты подсудимых. Ваша честь, это самый первый основной документ. Неужели у нас не появятся вопросы по осмотру места происшествия? А если мы ее вызовем? Здесь просто спорить нельзя, что вот, пожалуйста, здесь прямо старший следователь, криминалист прокуратуры города Сухум, юрист третьего класса. Она составила, она подписала. Любой представитель прокуратуры, тем более следователь, когда включается в происследственных действиях и составленный документ, который является основой, началом этого уголовного судопроизводства, она обязательно является участником судопроизводства. И она, в любом случае, не с улицы взяли человека, непонятым же ее взяли, а следователь туда пришел и составлял документ, следственный документ. Суд удалился в совещательную комнату и вернулся с решением удовлетворить отвод заявленной стороной защиты. При таких обстоятельствах и в целях исключения сомнений, безвестрастности и эффективности судей и выносимого судебного акта по результатам рассмотрения уголовного дела под существу, судебная коллегия полагает, что необходимо отвести судье к суду. Соответственно, поданное адвокатом скандаливное заявление по поводу судей к службе подлежит удовлетворить. С помощью автоматизированной системы судом будет назначен новый состав для рассмотрения дела. Напомним, Эрик Чкаду, Абеслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дату и Демура Халая обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Аветсба и Доминики Акертава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Аветсба, которые были совершены 22 ноября 2019 года в Сухуме на набережной Махаджиров. Они также обвиняются по ряду других статей. Выборы президента Сирийской Арабской Республики проходят 26 мая. Представители Абхазии следят за ходом президентских выборов в Сирии в качестве международных наблюдателей, сообщается на сайте МИД Абхазии. Наблюдателями от нашей республики стали посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба, помощник посла Кутейба Фом Хасан и советник посольства по работе с диаспорой Жанбу Абаза Агрба, отмечается в сообщении ДИП-ведомства. По словам Баграта Хутаба, на каждом участке находятся по 3-4 человека. Наблюдатели от Абхазии закреплены на трех избирательных участках. На пост президента Сирии претендуют три кандидата, в их числе действующий глава государства, генеральный секретарь партии БААС Башар Асад. Наблюдатели прибыли также из России, Южной Осетии, Китая, Ирана, Ирака и Белоруссии. Абитуриенты из Абхазии получат возможность поступить в Ярославский государственный медицинский университет на факультет лечебное дело по целевому направлению. Это стало возможным благодаря подписанному сегодня соглашению между МЧС Абхазии и российским вузом. Студенты этого направления проходят дальнейшую специализацию врача экстренной помощи медицины катастроф. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в эти дни находится с рабочей поездкой в Ярославской области. Начальник медицинского управления МЧС Абхазии Анзур Гоуф, оценивая подписанное соглашение, сказал, что оно дает возможность подготовки специалистов медицины катастроф качественно иного уровня, способных оказывать оперативную помощь повышенной категории сложности. Геологи Абхазии не исключают вероятности очередного оползня в Аватхаре, сообщил спутник. Предварительные данные исследований начальник отдела геологии при управлении по землепользованию и кадастру Иналбебия. Согласно первичному заключению геологов, устойчивость склона, которая примыкает к смещенному в результате оползня участку, нарушена. Специалисты допускают вероятность того, что оставшаяся часть склона тоже может обрушиться, особенно в период обильного выпадения осадков. По словам Бебия, предполагаемой причиной оползня стало переувлажнение грунта из-за дождей и таяния снега. Гагра вошла в топ-10 популярных городов для путешествий на автомобиле, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха от Вилру, замкнув тройку лидеров. По данным сервиса, за последние два года автомобильный туризм набирает популярность и в России, и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий и останавливаются на отдых в специально оборудованных автокемпингах. Сохранить культуру мира через танец. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в Абхазии. 25 мая в Абхазской государственной филармонии состоялся концерт легендарного коллектива. Концерт посетили вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб. Из более 200 репертуарных номеров абхазскому зрителю были представлены 13 самых ярких и самых сложных хореографических произведений. Мероприятие проходит в рамках плана культурного сотрудничества Абхазии и России. Виола Барганджи побывала на представлении и поделится впечатлениями. Подготовительный процесс перед выходом на сцену идет полным ходом. Нанести сценический грим, подготовить костюмы, что немаловажно. Собраться самому. Задача номер один для каждого артиста. Если артист не волнуется перед выходом на сцену, вне зависимости от того, сколько времени он проработал, ну это уже считается не артист. Поэтому лично я до сих пор всегда очень серьезно настраиваюсь, всегда у меня есть волнение перед выходом на сцену. Но это приятно, приятное волнение. Александр Тихонов в коллективе имени Моисеева уже 21 год, почти четверть века, где ансамбль уже не просто работа, а большая дружная семья. У нас вообще коллектив как одна семья, как одно целое, как один живой механизм. Все мы очень дружим, поэтому и конечно большая часть жизни проходит у нас в коллективе. То, насколько сплочен коллектив, видно и после выхода артистов на сцену. Поразительная синхронность, артистизм, неисчезающая с лица улыбка и уникальная хореография – отличительная черта прославленного ансамбля, созданного более 80 лет назад Игорем Моисеевым. Сегодня коллектив возглавляет народная артистка России, когда-то солистка коллектива Елена Щербакова. Однако отправиться в первые заграничные гастроли в период пандемии и быть сегодня в Абхазии со своим ансамблем у художественного руководителя не получилось. Наш руководитель Елена Александровна Щербакова, это наша мама вторая, которая также за нас переживает, которая также, наверное, трясется за нас больше, чем за родных детей. Потому что у нас, у нее 72, вот сегодня, да, вот то, что мы приехали, а в Москве еще больше осталось. Масштабы ансамбля, как еще одна уникальная черта, в общей сложности численности артистов балета Моисеева достигает до сотни человек. 95% – это выпускники школы-студии, созданной при ансамбле в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году. Уже тогда Игорь Моисеев понимал, что своих будущих артистов ансамбль должен воспитывать сам. Отбор в коллектив, как и наказание за нарушение дисциплины, жесткие. Как отмечает администратор ансамбля, в Абхазию приехали только те, кто хорошо себя вел. В программе представлено и на концерте 13 ярких хореографических произведений, во всей полноте отражающих культуру различных народов мира. Ансамбль Игорь Моисеева, я считаю, что это лучший коллектив в мире, наверное, да, который танцует танцы народов мира. Мы несем культуру, мы несем танцы народов мира, мы несем искусство, добро. Среди представленных на сцене танец аргентинских пастухов. Татарочка, адыгейский, венесуэльский, испанский, легендарная Моисеевская яблочка и многие другие. Чтобы узнать хореографию других народов мира, в свое время артисты ансамбля отправлялись в фольклорные экспедиции. Танцы в итоге получали новую сценическую жизнь и сохранялись для нескольких поколений зрителей всего мира. Так, к примеру, одним из древних считается калмыцкий танец. Именно его выдающийся создатель коллектива считал жемчужиной творчества ансамбля. Бесценный багаж коллектива, оставленный после ухода его создателя, представляет и танец «Сертаки» – народный греческий танец, по которому Моисеев и учил танцевать. В этот вечер абхазский зритель увидел и легендарный молдавский шуточный танец «Табакиряска». В репертуарной программе ансамбля есть и новые характеристики. Хореографические композиции, поставленные после смерти основателя. Например, адыгский танец, корейская трио, а также корейский танец с веерами Санчанга. С такой уникальной программой государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в Абхазию приезжает уже во второй раз. Первые гастроли в республике были в 2013 году. Вы знаете, это очень темпераментный зритель, и мы с нетерпением ждали повторения этих гастролей. Это очень доброжелательная, открытая, добрая страна, и мы с удовольствием приедем еще и еще. В ходе гастрольной программы прославленный ансамбль выступил на сцене Абхазской государственной филармонии 25 и 26 мая в рамках плана культурного сотрудничества Абхазии и России. Молчать уже нет сил. Так начинается открытое обращение к президенту, премьер-министру, министру культуры Абхазии, актера Абхазского государственного драматического театра Гудисы Тодуо, опубликованное на его странице в Facebook. В обращении, в частности, отмечается. Театр находится в критической ситуации. Это важный культурный объект нашей страны, наша визитная карточка. Уже около года в театре не идут спектакли, нет директора и художественного руководителя, с театра уходят актеры, в основном молодые. Каждый месяц нам обещают, что назначат руководителя, но этого не происходит. Очень грустно, что нас обманывают. Последняя надежда на вас. Нам нужен Абхазский театр, таким, каким он был до войны, с лучшими спектаклями и лучшими режиссерами. Мы ждем новый расцвет Абхазского театра. Конец цитаты. На канале Абаза ТВ продолжается образовательный проект общественной организации АПЕИПШ-21. В течение года в эфире будут транслироваться более 50 видеоклипов на стихи абхазских поэтов, включенных в учебную программу по абхазской литературе с 5 по 11 классы. Стихи читают актеры Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Сегодня произведение Баграта Щенкуба Амхадира Аргарыша читает народная артистка Абхазии Виолетта Маан. Баграта Щенкуба Амхадира Аргарыша. Гонок Абхазии Виолетта Маан. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Выставка художников и мастеров Восточной Абхазии впервые открылась в Доме юношества Чемчирского района 25 мая. Организатор выставки Центр Хаб. В выставке приняли участие мастера из Ткварчалского, Галского и Чемчирского районов, рассказал в интервью радиоспутник координатор Центра Хаб Степан Амичба. По его словам, в выставке приняли участие 11 человек, двое из которых представители представили не картины, а рукодельное мастерство. Это различные сувениры из дерева, алюминия, пепельницы, рамки для фото, подставки для вина и так далее. Среди участников начинающие художники и мастера, любители, студенты художественных училищ. Спорт. Команда Абхазского государственного университета примет участие во втором этапе всероссийских соревнований среди студентов по футболу. Национальная студенческая лига, которая пройдет в городе Евпатория, Республике Крым с 27 по 29 мая. 27 числа наша команда встретится с командой Павловского института управления города Саратов. 28 соперником нашей команды станет команда Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма города Москва. 29 мая команда Агу встретится с командой Калмыцкого государственного университета города Элиста. Сейчас о погоде. В четверг 27 мая в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, ночью возможен туман. Температура воздуха ночью 18, днем до 24 градусов, температура морской воды 17 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова